Взрыв в Александрове. Он произошел на предприятии по изготовлению полупроводниковых приборов. Там взорвалась кислородно-водородная установка емкостью 6 тонн. Общая площадь повреждения составила 10 квадратных метров. Возгорания не было. Взрывная волна повредила стекла соседних домов. 54-летний вахтер предприятия получила легкую травму. У нее зафиксирована ссадина левой кисти. Медпомощь ей оказали на месте. Причины взрыва устанавливаются. Московский ОМОНовец насмерть сбил дорожного рабочего. Произошло это в Петушинском районе на 118-м километре трассы М-7. Сообщается, что накануне рабочие проводили ремонт разделительного парапета. Наезд был совершен на двух участников дорожной бригады. Один не пострадал, а вот второй, 56-летний житель города Собинки, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи. Как установил Следственный комитет, ОМОНовец управлял личным автомобилем Great Wall в нерабочее время. Признаков алкогольного опьянения первая проверка не выявила. Расследование данного ДТП продолжается. Новые правила на Владимирском ЖД вокзале с завтрашнего дня перед посадкой в скоростные поезда всех пассажиров будут досматривать. Связано это с усилением меры безопасности. До настоящего времени предрейсовый досмотр на Горьковской железной дороге проводился только на конечных станциях в Нижнем Новгороде и Москве. Досматривать будут и ручную кладь. Посадка в Сапсан и Ласточку будет возможна только при наличии отметки в билете и ликвитанции о прохождении досмотра. Если у пассажира окажется лишняя сумка, его в вагон не пустят. Провожающих и встречающих также будут подвергать досмотру и только после этого пускать на платформу.